так мы остановились вот на этом месте установили мотор для трехвазный протянули 3 кабеля то есть провода не кабеля провода именно здесь дальше идет что у нас такое вот сюда мы должны установить эту штуку и вот сюда он должен вот эту штуку ну до этого давай давайте сделаем так мы протянем сначала вот эти все провода все вот эти провода протянем и потом начнем устанавливать компоненты так нажимая на ваер как бы провод идет вот так так как то так и он подключается к ко второй фазе теперь у меня вот так вот здесь все еще есть вот такой дополнительной как бы линия так опять ваер здесь я восстанавливаю такой про вот так теперь эти ребята наверное обратили внимание у меня все провода одного цвета идут потому что прошлый раз как прошлый раз я вам показывал вот здесь есть я нажимаю на create edit wire type у него здесь по умолчанию стоит провод красный сечением два с половиной миллиметра в квадрате то есть все провода которые я создаю сейчас становится красными и сечением 2 с половиной миллиметра в квадрате ну это потом мы будем менять теперь что мы сюда должны сделать здесь у нас должен быть автомат вот здесь у нас должен быть как бы датчик термодатчик вот это нас термодатчик здесь автомат автомат который не не защита автомат а просто автомат с катушкой который включает мотор и у которого есть здесь вот здесь зеленая кнопочка и вот здесь есть красная кнопочка так где это у нас находится это у нас находится вот на и кабиню и кабиню открываем motor control и нажимаем на мотор стартер из нас трехфазный трехфазный мотор стартер нормальный open то есть н.о. означает нормальный open вот такой же есть автомат который нормальный клоузет nc означает нормальный коза то есть первоначальном состоянии первоначальном состоянии автомат отключен автомат отключен а вот этот автомат вот этот автомат первоначальном состоянии он включенный стоит в клозе как бы контур имеется ввиду закрытый а вот здесь контур открыть имеется ввиду открытый то есть выбираем вот этот автомат так и подключаем его куда-то вот сюда если обратили внимание он сейчас у меня на курсоре стоит как бы в вертикальном положении но так как только я устанавливаю его на провод на горизонтальный провод он принимает горизонтальный вид автоматически то есть основная часть у меня вот здесь находится на первой фазе а следующие части конечно же вторая и третья фаза у меня находится внизу на down и у меня вот появляется такое окошечко ничего трогать не буду пока что нажимая на ok нажимая на ok немножко что у него автомат вот трехфазный автомат автоматически создается теперь теперь давайте все проблемы вот с этим автоматом сразу решим то есть все перегрестные ссылки касающиеся вот этого автомата мы сразу же решим окей так это имеется в виду вот эта часть вот эта часть ну с этой части тоже то есть вот сюда мы должны установить как бы катушку магнитную катушку опять же нажимаем на камень у меня и это у нас находится в реле в контактах и реле кайл вот эта магнитная катушка устанавливаю сюда здесь так пока что ничего трогать не буду нажимая на окей и и его маленький компонент его маленький компонент устанавливаю вот сюда так нажимая на это меню и опять же открывая реле контакт и возьму вот этот реле нормалы open contact то есть вот этот устанавливаю сюда нажимая на окей и все и все так вот этот реле он должен быть связан вот с этой катушкой с этой катушкой то есть если на катушку у меня подается ток то вот этот реле у меня автоматически включается если вот сюда не подается ток то в открытом состоянии если подается ток то он в закрытом состоянии давайте сразу же сразу же создам как бы ссылку перекрестную ссылку то есть сделай так чтобы вот этот относится к вот вот к этому нажимаю выбираю вот этот включатель нажимая на правую кнопку выбираю edit компонент и указываю parent нажимая на полин то есть должен выбрать родительский компонент у меня родители компания находится на это же чертежи просто и поэтому просто нажимаю на parent и указываю на этот какой кайл либо на катушку по русскому так так у меня вот здесь появляется такая информация cross 2 нажимая на окей и у меня появляется вот такая информация то есть два и вот такая табличка вот такая табличка помните ребята когда мы создавали сегодня создавали проект 3 вот этого проекте с проект вот давайте открою опцию здесь нас было вкладка cross references перекрестной ссылки и а здесь я выбрал table format table format вот это table format табличный вид это вот это если бы я выбрал графику формат и нажала на сетап мне вот таком формате отображался бы а я выбрал для чтобы было наглядно чтобы вы тоже посмотрели видели чё к чему я выбрал вот этот формат и он у меня отображается вот в таком виде в таком виде так что что означает вот здесь информация то есть к 1 это вот эта катушка к 1 тип у него то есть он ссылается на что-то тип которого вот этот и который находится вот здесь теперь вот это 2 вот это 2 просто означает что он связан с элементом который находится вот вот здесь то есть вот эти два оба элемента находится вот здесь на чертеже на чертеже вот на этом же чертеже и я уже говорил ребята то есть чертеж делится на четыре части условно чтеже на четыре части и вот эта часть который находится в котором находится вот эти обе компоненты нумеруются по номерам 2 так теперь теперь я вот сюда должен установить кнопку старт и кнопку стоп нажимая на икон меню и ну кнопочка кнопочка push button игра и выбирая вот этот как всегда вот этот push button но момента то есть нормальный опыт момента ли то есть это что означает то есть обычный push button это кнопка нормальный опыт нормальный опыт контр в котором по умолчанию то есть в начальном с от начальной стадии открытая и момента ли то есть вы его вы на эту кнопку нажимаете и если отпускаете то означает что вы когда нажимаете контр закрывается когда пульс отпускаете контр опять же открывается вот моментами означает а вот здесь есть такая другая другую другая я кнопочка другой тип кнопочки латчин это значит что вы раз нажимаете на кнопочку и он в нажатом состоянии сохраняется еще раз нажимаете он потом опять открывает контр выбираем вот этот push button нормальный опыт момента ли и устанавливаем его вот сюда нажимаем на окей теперь опять же следующая кнопка теперь следующая кнопка у меня должна быть по умолчанию то есть в начальной стадии закрыта это вторая вот эта кнопочка нормальный клоузет момента ли вот этот и устанавливаю и вот сюда нажимаем на окей теперь вот это у нас получается как бы зеленая кнопочка вот это у нас как бы красная кнопочка так теперь ребята я постараюсь здесь вам объяснить чё к чему чё к чему вот в таком состоянии в таком состоянии начальной стадии вот на эти вот сюда и вот сюда подается как бы ток разница между вот этими проводами 380 вольт ну ну как бы вот сюда типа по проводится подается как бы только 380 вольт ну ну примерно так если обратите внимание вот здесь у нас контур закрытый то есть вот здесь как бы ток может проходить и так как бы может разделиться на две части на две части и вот здесь у нас кнопочка то стоит в котором через который топ не проходит потому что вот здесь есть отсоединение его здесь тоже как бы кнопочка то есть не кнопка вот реле а вот это вот этой катушки тоже открытый сайт если если я нажимаю вот на эту кнопочку вот на эту кнопочку на какой-то маленький момент вот этот вот этот цепь соединяется и вот на эту катушку подается ток если вот на эту катушку подается ток вот этот контакт тоже соединяется вот то есть включатель тоже включается теперь следующий момент я вот то есть уже ток проходит и через эту линию и через эту линию вот на этом иметь теперь я отпускаю кнопку через эту линию у нас только уже не проходит но через эту линию он продолжает проходить и заодно питать вот эту катушку и поэтому вот этот к 1 вот это остается включенным то есть эта функция кнопки есть я нажимаю кнопочка зелен на вот эту зеленую кнопочку теперь вот здесь вот здесь вот сюда подается ток у нас вот эта кнопочка включенном состоянии стоит и я хочу его отключить нажимаем вот на эту кнопочку нажимаю на эту кнопочку вот здесь у нас сейчас проходил ток теперь ток вот здесь отсоединяется вот здесь у нас отсоединяется ток и ток уже не проходит ни сюда ни сюда вот вот это даже если включенном состоянии стоит вот сюда ток не проходит и у вас автоматически раз вот сюда не подается ток у нас вот эта катушка отключается и катушка отключается и отключает вот эту кнопочку и он возвращается в обратной свое исходное положение отпуская вот эту кнопочку он от он соединяется обратно и обратно ток как бы доходит вот досюда до сюда вот эти обратно отключенные стоят то есть принцип работы вот ты вот этого я бы сказал в ключ включателя включателя именно такого теперь заодно заодно вот эта катушка вот эта катушка заодно вместе вот с этим также включает и вот этот трехфазный автомат поэтому создаем опять же перекрестные ссылки вот сюда вот так открываем вот этот чью то есть выбираем его левой кнопкой нажимаем на правую кнопку и нажимаем на edit компонент и вот на этом же чертеже наш выбираю parent собой вот этот и у нас ну где у нас родитель вот этот конечно вот этот родительский компонент нажимая на ok у него здесь появляется cross reference нажимая на окей то апдейт потому что почему у меня выходит такая информация он спрашивает потому что вот этот автомат который находился наверху он трехфазный он спрашивает 2 2 то есть автоматы 2 других фазы тоже соединить вот с этим вот с этой катушкой да конечно нажимая на ok у него здесь появляется вот такая как бы то есть информация то есть вот эта катушка соединяется с этой штукой потом с этой штукой вот с этой штукой и вот с этой штукой то есть принципе у нас здесь все теперь теперь что у нас еще оставалось у нас оставался вот этот датчик и вот с этим как бы включателем включателем так давайте вот здесь немножко время место освободим место вот можно вот этот провод направо немножко растянуть нажимая на левую кнопку на этот провод и нажимая на правую кнопку и выбираю скуд немножко протянул вправо вот так чтобы здесь немножко место было а вот этот кросс реф то есть информация таблицу можно так чуть чуть левее подвинуть вот эта часть провода тоже немножко подвинуть влево автоматы можно подвинуть влево то есть включать или и все вот это можно немножко влево так так вот сюда мы устанавливаем как бы термодатчик термодатчик у нас где находится нажимаем на и комью на и комью этот нас находится если ошибаюсь на motor control вот здесь и вот здесь у нас есть такая штучка оверлоуд 3 пол то есть трехфазный вот перегрузка переводится как убираем его и устанавливаем его куда-то вот так то есть это часть первые фазы остальные часть находится внизу конечно же пока что ничего трогать не будем нажимаем на окей и здесь у нас опять же появляется информация почему потому что потому что потому что у этого компонента у этого компонента тоже должен быть другой как бы соединенный с этим компонент вот этот компонент у нас вот этот компонент нажимаем на edit компа мы видим что это у нас как бы родительский компонент родительский компонент вот здесь у нас где-то должен быть как бы дочерний компонент вот этого родительского компонента давайте установим сюда и родительстве то есть дочерний компонент нажимаем на icon меню опять же выбираем на motor control и здесь у нас есть такая штучка так есть не ошибаюсь это вот эта штучка second overload пол вот эта кнопочка грамм его и устанавливаю отсюда так нет я ошибся это не эта кнопочка так так я ошибся это не вот эта кнопочка вот эта кнопочка вот это вот сюда нажимаем на окей и все теперь создаем как бы перекос на ссылки между вот этими двумя компонент и вот этот компонент так нажимаю выбираю его нажимаю на правую кнопку выбираю этот компонент и указываю на этом же чертеже родительских компонент который у нас является которым у нас является ухода все у нас есть cross-reference нажимаем на окей все нас появляется теперь 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 термо датчик у нас находится термо датчик у нас находится на каждом из вот эти на каждом из вот этих как бы проводов поэтому поэтому наверное как так ну наверное вот этого достаточно достаточно теперь что 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 нам как бы не хватает но вот здесь я могу чертеж немножко переделать вот сюда установить но в принципе так и должно быть вот сюда я должен установить терминалы вот здесь у нас должны быть терминалы раз два три и вот эта часть я должен отметить как кабель так давайте установим как бы терминалы терминалы но скорее я уже говорил на русском это будет как зажим даже так как я должен установить вот здесь сразу три зажима я не буду пользоваться вот этим инструментом айка меню а буду пользоваться вот этим multiple insert айка меню то есть этот принципе тот же самый айка меню но за раз нанавливает несколько элементов нажимая на мультику меню у меня открывается та же таблица открывает терминал с кондактор с и как всегда убираю вот этот рай раунд в терминал и здесь протягиваю вертикальную линию так раз и нажимаю вот здесь у меня арта мод включаю и два вот так нажимаю на пробел либо на enter нету keep до keep this one конечно же сохранить нажимаю на окей так пусть у нас будет так стрим нас как будет xd1 и начинаем с единицы так пока что нажимаем на окей следующий кип конечно же но keep all don't ask и вот эту галочку тоже убираю шоу и детайлок автор и нажимая на окей не создается три вот эти коннектора это зажима вот это у нас будет как бы зажимной набор и этот же зажимой набор я устанавливаю и вот здесь тоже вот здесь тоже опять же нажимаю на мультипэрл insert так мультипл меню опять же выбираю этот же терминал который уже уже находится под рисунки юзат вот этот и вот такую правую вертикальную линию протягиваю нажимая на пробел либо на enter keep this one конечно же сохраняю и у нас это будет уже xd2 набор будет сто два и начинаем опять же номер соединиться нажимаем на окей keep all don't ask и эту галочку убираю нажимаю на окей все принципе у меня как бы все компоненты установлены принципе меня все компоненты установлены теперь что у нас остается вот в этой части я лишней часть проводов я обрезаю с помощью вот этого инструмента trim wire нажимая trim wire у меня курсор вот такой принимает квадратик но я хочу рамкой все это удалить то есть обрезать вот эти провода рамкой нажимая на си нажимая на enter и выбираю вот такую рамочку так все у меня лишняя часть обрезана так и теперь я должен вот эту часть провода отметить как кабель давайте вот здесь немножко место освободим вот эти как бы датчики термодачки я передвину вот сюда выбираю его нажимая на правую кнопку убирая искут и куда-то вот сюда передвигаю так но вот эти две части немножко как бы не передвинулась но это ничего стран ничего страшного нет вот здесь есть у нас такой инструмент здесь у нас есть такой инструмент и лайк выбирая онлайн выбираю элемент играет другие остальные элементы нажимая на пробел вот так и все станут на свои места вот так и вот эти терминалы тоже наверное вот сюда передвину убираю его нажимая на правую кнопку рискут и протягиваю потому что опять же воспользуюсь наверное инструментами line рай первый элемент и остальные элементы так нажимая на пробел и вот эта часть у меня будет как кабелью здесь у нас есть такая штучка где 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 вот такая cable markers нажимая на cable marker и не открывается вот тот же как бы айкон меню но у меня уже сразу открывается здесь кабель маркер в принципе я могу здесь этот же кейбл маркер открыть через айкон меню айкон меню и открыть здесь у нас как бы кейбл маркер это в указываю на первую фазу так еще трогать наверное не буду нажимая на окей окей insert child указываю второй окей repeat указываю на указываю 3 как-то наверное так раньше нету нажимая на окей и все и давайте тоже илайн то есть применим инструменты line сюда тоже так line первый элемент и выбираю так другие элементы нажимая на пробел все все у меня стало на свои места